Где со мной ученина в Беллане? В Чайна Тауне! Граждане, передавайте проезд! Трепещите любителей преподвайзеров! Я писку сразу уровень определяю по тесту. Мунки. Это дерби. Это дерби. Как ваш день? Я и просто беру. Я буду требовать хорошую гастрономию. И пора сказать, нет наркотиков. Там мы по-любому можем поворачивать. Да, раджерею сделать! Ну что, за вас, дорогие туристы! Что такое, значит, итальянское и миланское гетто? Как дела? Хорошо. Хорошо. Сейчас у нас 12 мая и на улице очень-очень прохладно, да? Да. Ветер северный же. Мы же с севера прилепили. Мы с Сережей приехали в рубашках в белых и вот обалдели, честно говоря, да? Трепещите любителей TripAdvisor. В никчемных иногда сервисах. Мы сейчас как раз решили проверить, как же все-таки TripAdvisor работает в других городах. Не в Москве, когда пишут всякие непонятные отзывы и пасхуле на рестораны. Люди, которые не понимают в этом ничего. Я бы назвал ресторанами-террористами. Первое наше заведение мы выбрали через TripAdvisor именно в Милане. Это заведение входит в пятерку лучших по версии TripAdvisor. Проверим. Вот такое, значит, есть меню. Меню, кстати, а-ля карт. Вы можете выбрать все, что пожелаете. Но нам интересно попробовать бы особоко по-милански, да? Начнем мы с Брезаола. Потом мы возьмем что? Грана Падана. Грана Падана. Обязательно. Грана Падана. Горгонзола. Отсюда же. Миланская. Потом мы возьмем, что еще? Есть еще? Котлета по-милански. Котлета Алла Миланезе. Что еще? Ризотто Алла Миланезе. Надо не забыть. Надо хотя бы разбить на два заведения. Да, вы видите, то есть рекомендует TripAdvisor. Давай, будем проверять. Резерв нужно делать заранее, потому что, если вы его не сделаете, возможно, вам не достанется место. Парканом. Парканом. Мы сняли на двое человек для Никулин Георг. Георги? Да, правильно. О, шеф знает. Вот такая пицца. Горяная пища. Мамаши, беспокойтесь. Итальянцы в городе. Итальянцы, это московские итальянцы в городе. Не надо беспокоиться. Винная карта маленькая. У вас есть вольтеллина? Вольтеллина вайна. Спрашиваем у нашего официанта. Он же, наверное, из Сомелье. Есть ли у него в карте вина, вольтеллина. Потому что это специалитет данного региона. Несмотря на то, что мы в Милане. Тут буквально до Ломбарди 40-50 километров. Да, мы спросили у шефа, что можно будет, нам интересно попробовать. Шеф-распорядитель зала, он говорит, кому что нужно делать. Вот. Он нам рекомендовал пиццу Ладьявола Димаре. То есть это будет пицца с морепродуктами. Окей. Соответственно, дальше, поскольку мы захотели взять ризотто ало-меланезе, он нам порекомендовал пасту взять, но сделать ее в таком же стиле. С грана-падана, с маслом, немножко шафрана, немножко специй. И вместо каталета ало-меланезе он нам порекомендовал взять, естественно, кусок мяса, филе. Это будет вырезка, соответственно, его авторской интерпретации. Мы хотели взять вино, местное вольтеллино. Его, к сожалению, здесь не оказалось. Здесь очень маленький выбор вин. Но зато нас угостили по пол бокальчика просека, что очень приятно. Это один из ярких примеров того, что ресторанчик находится на отшибе. Ну, относительно. Короче, он находится, если мы возьмем сравнение с Москвой, в районе трешки. И это еще раз говорит о том, как хорошо работает TripAdvisor. Что если у вас ресторан находится в топе, то есть в топе 10, даже если он на отшибе, здесь полная посадка в обед. Ну, все-таки это ресторан больше все-таки сделан для местных жителей, по большому счету, потому что на такси сюда все-таки дороговато будет ехать в лишний раз, а специально сюда тоже как бы из-за... Ну, представляешь, вот сколько таких, как мы с тобой, которые хотят по отзывам TripAdvisor найти хорошее вкусное место. Ну, мы-то поехали именно по TripAdvisor, но когда мы открыли меню, меню очень простое, нет традиционных блюд. Винная карта, ее, в общем-то, нет. Всего 5 вин, и винная региона не представлена вообще. Это, мне кажется, такое немного оскорбление даже для винного региона. Оскорбление для миланцев, тем более с такими блюдами. Ризотто Алла Миланезе, Каталетто. Она подобрали альтернативу, альтернативу этим блюдам. Ну, а пицца, кстати, готовится в дровяной печи. И здесь выбор пива гораздо лучше, чем выбор вина. Хотя, несмотря на то, что мы находимся в Италии. Что хочу сказать, что мне, я уже давно хотел сказать, не нравится, что они за***ли рисовать красивый город. Не только Милан, но и другие города в Италии. Они за ним не следят. Вот посмотрите, постоянно помойка, листья не подметают, бычки. Ну, я сейчас хотел о другом сказать. Стены разорисовывают? Они уже заколебали разорисовывать стены. Причем на хорошей архитектуре, которая вековая, они рисуют всякие свои каляки-маляки. Палерма в Болонии. Такая же история происходит. Надо с этим что-то делать. В общем, мы заходим сейчас в Миланское метро. Оно выглядит таким образом. Ты здесь поднимаешь, ты заходишь. Когда ты выходишь из метро, тебе надо тоже провести карточку, иначе ты не выйдешь из метро. Поезда примерно устроены, мы заметили, как и в Москве. То есть, такой общий сплошной вагон. И он от начала до конца, без ограничений, без створов. И указывается, как ты едешь, какая станция. Грым все очень тихо. Поэтому надо быть очень внимательным. И тогда вы поймете хотя бы, куда вы едете. Пожалуйста, Пролетарская. Следующая станция. Волгоградский проспект. Вода. Вот. Ну, вот о чем мы говорили. Посмотрите. Я помню, как у нас в 70-х годах, когда едешь по Сокольнической линии, там, значит, садишься, там такие мягкие кайфовые сидушки были. Как в Победе. Да, как в Победе. И, кстати, до сих пор они еще пару таких вагонов еще едут. Не ссорьтесь, ребята. Не ссорьтесь, не ссорьтесь. Пойдем, пойдем, пойдем. Это у нас видеоблог специально для миланской полиции. Сережа немножко струсил и остался. А ты еще видишь, что он поправил нам стой? Давай, язык себе показывай. Ты здесь снял это? Слушай. Надо было бы снять этого чувака. Ну, вот так не больно, ты можешь поставить вот так вот футбольчик. Такой футрак. Ну, да, вот футрак, пожалуйста. Это не футрак. А что это? Это футрак, думаешь? Ну, как бы эти там пахнут. Думаю, что это... Это можно жить просто. Ну, судя по запаху, они живут конкретно там. Все нормально живут. Вот, пожалуйста, здесь тоже живут. Если мы берем Рим как архитектурный город, то Милан, скорее всего, он, наверное, где-то балансирует между немножко в старом центре с хорошей архитектурой старой, но по большому счету он был современный, и очень много таких построек, мне кажется, немецком нелепых. Вот это как раз типичное влияние 70-х, 60-х годов, где строилось бюджетное жилье. И в немецком, значит, фрисовском стиле. Вот такие трамваи 40-х годов катаются до сих пор. Почти каждый трамвай именно такой. Поехали на трамвай. Потом времени не будет, да? Вот такой вот городской трамвайчик. С 1870 года. По маршрутам. Гражданин, передавайте за проезд. Мы находимся сейчас в центральном парке. И здесь, помните, что большая часть туристических кафешек и ресторанчиков. Они могут выглядеть хорошо, не гарантируют вам качественный вкус. Вообще не гарантируют. Сивища, вот сейчас мы посмотрели, в одном из них стоит там 25-30 евро. Мы специально сегодня приехали в Милан, для того, чтобы Сергей купил себе пару. Ты одну пару покупаешь ботинок? Сегодня одну. Одну пару ботинок покупаешь? Сегодня одну. Это какой-то очень именитый крафтовый бутик, так понимаю, обувной, да? Как называется, Сереж? Виланска. Они достаточно давно делают. Кожем нехорошим. Это Монки. Бахрома. Ну, это Дерби. Это Дерби. Монки... Ну, это называется... Короче, вот я считаю, что это Монки вместе с Дерби. Это Монки с брагированием. И с бахромой. Да. Это Фрингл, Монки, Брок. А сколько стоит? Есть или нет? 15 тысяч рублей. Хорошая адекватная цена. В России будут стоить такие, в порядке 30-35 тысяч. Ну, в общем, в два раза дороже. И первая подача это пицца Димаре, Дьявола Димаре. И нам лично вышел повар и сказал, что эта пицца должна еться только руками. Никаких ножей и вилок. Чтобы почувствовать настоящий вкус пиццы, нужно съесть... Ну, давай, круточек, возьми, попробуй. Здесь много всего. Тесто сразу уже вижу, что хорошее. Потому что оно внутри мягкое, а снаружи подпеченное. Шикарно. Ну, такое тесто я люблю. Горчица вытягивает, горчица. Я пиццу сразу уровень определяю по тесту. Первый раз в своей жизни вижу, что в пицце это аджико. Горчицу. И горчицу. Горчица, аджика, оливки. Таджаски. 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 Я страстный поклонник селедки. Но мне нравится селедка та, которая была давным-давно в Советском Союзе в банках. И в ресторане «Доктор Дживаго» подается балтийская селедка. Как раз такая, которая была раньше. И вот здесь аджикоусы очень сильно похожи на нее. То есть засол и маринад очень похожи. И в данном случае эта пицца гораздо интереснее, чем ту пиццу, которую предлагают в Москве именитые рестораторы по пицце, когда они кладут консервированные тунецы, которые безбожно воняют. Здесь анчоусы давали пикантность, очень интересный вкус, очень интересное сочетание вкуса. И несмотря на то, что это селедка, сама пицца не вызывала неприятных ароматических ощущений. Для меня интересная пицца в «Ильфорне». А помнишь, мы классную пиццу ели у Димы Богданова на день рождения? Это было «Ильфорне» на «Неглине». Вот там лучшая пицца в Москве. Вот они там супер делают. Вот видите, дорогие друзья, такую вот улицу в историческом центре. По бокам, как вы видите, располагаются одни магазинчики китайских продавцов разных подделок. Даже не то, что подделок, а просто подделок. Просто подделок самобытного производства. Поэтому эти ребята могут смело сказать, что произведено в Италии. И не просто в Италии, а в Милане, в центре мировой моды. Если вам в Милане вдруг встречаются лица, похожие на шлавян, в 90% случаев это русские. Либо люди, которые разговаривают на русском языке. Очень большое количество здесь, ну, переселенцев. Часть, конечно, иммиграции. Наверное, много из Украины, так как открыли доступ без визового въезда. Венотека «Дель Вина», в которой ценник был такой же, как в ресторанах Москвы. Или даже, может быть, в каких-то местах он зашкаливал. Поэтому, когда нам говорят, что цены в Москве адовые на вино, тут я с вами не соглашусь. Потому что мы были в винотеке, даже не в ресторане. Это была винотека с этой высокой кухней и гастрономией. Просто винотека с кучей бутылки. Это очень лучший, как я тебе говорю, вам сказали. Ну, ладно. В общем... Ты ж только поел, чувак. Я, в общем, к ним подошел и говорю, ребята, где посоветуете место, где хорошее вино без ресторана на Сенте? Угадайте, где. Вот сейчас мы вот так вот повернемся. Вот так вот. А мы потом скинем ссылочку вам в профиле. И вы поймете, что где самое лучшее вино в Милане? В Чайнатауне! Называется место Кантиной Зола. Вау! Здесь есть все. На самом деле, цельник действительно очень хороший. Ребята не зря на посоветовании этого места. Даже мы смотрели на китайское окружение. Потому что мы приемлемо цели. При по фьюре все выгодали 40 евро. Просто бейбейпер. 115. Здесь есть. Белая полнорадчик. Лиди Физ. Очень большой ассортимент классных итальянских вен. Все самые хиты топы. И не только. Здесь много производителей, которых очень маленькие. И в том числе нам неизвестные. Пожалуйста. Пожалуйста. Тут также можете найти Патрика Пьюза, Дэвид Ли Клеопард, Класси, Класси, Класси. Парв, пожалуйста. То есть, в принципе, есть очень ряд хороших производителей. Напротив находится фастфудная китайская. Где можно вкусные, наверное, булочки паровые. Попробовать вместе с разными начинками. Что будешь брать? Давай спустим мне две игрушки. Какие? Паровые булочки. Где таких и где так? Какой день? Палтиши. Палтиши? Посмотри, как работает. Да, это получается такая китайская шурма. Китайская шурма с мясом. Одни со свининой, другие со свининой и говядиной. Следующим блюдом нашего сет-меню будет тартары с говядиной. Здесь небольшой выбор закусок и вообще блюд. Мне кажется, здесь уже все достаточно отработано. Лишнее блюдо убрали. Остался только проверенный набор. Гарантированный, понятный для всех. Ничего лишнего. А что гарантированно? Может вообще будет все ерунда? У нас будет такое гурме с намеком на Мишлен тартарном. Я так думаю. Это просто бестро. Вот он наш тартар. В общем, вот так он выглядит. Это филиминьон тартар, то есть мясо. 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 Каких-то бобовых. Сколько ставишь артенку тартаров? Четыре поставлю. Хорошую, твердую. Мясо. 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 Там ребята готовят шеф-повар из GIA MISSENA. Ресторана в Италии. Поэтому там узнают толку. Хорошая текста. короче готовит там вот чувак крутой мастер шеф 20 лет опыта и вы получили интерпретацию котлета ла миланезе в новом формате без косточки мясо вкусное соус ни о чем а соус с горгонзолой да он не подходит на он не подчеркивает нас он не подчеркивает он даже него делает не сухим они панировку немножко пересушили мясо внутри свежие а соус наверно просто придает им сочности немножко в качестве комплимента значит по диджестилу это за джинни кардамоне правильно а какое-то название джин с кардамоном джин с кардамоном джин с кардамоном could you show the bottle please good job давайте посмотрим что как бутылочка выглядит вот такого джин с кардамоном Варик положил сюда один кусочек льда. Попробуем. Как поменялся цвет? Такой стал пиногрис. Наш шеф, который вас сегодня кормил, зовут его Джорджио. Сначала мы его приняли за официанта, но не, однако, не официанта. Все-таки я оказался правым. Познакомились с классными парнями. Его зовут также, как меня, Джорджио. В общем, место, на наш взгляд, мы хотя и хотели немножко пожурить TripAdvisor. Мы его не должны пожурить. Мы как раз хотели припустить TripAdvisor, который будет говорить, что идите туда, там классно. Давай так, еда чисто домашняя, но качество исполнения и качество продуктов очень высокого уровня. Это, кстати, было новое место. Они открыли всего 5 месяцев назад. 5 месяцев и гарантированный успех. Поэтому нам, Сергеем, понравилось. Узнаем нюансы постсоветского пространства, когда еще можно было на улице торговать сыром. Вот, прошу, Тома. Хочешь Тома, хочешь Рима. Хочешь дома. Хочешь дома. Две головки 50 евро. По рейтингу TripAdvisor, место, где готовят только лишь пиццы, не может являться самым лучшим гастрономическим месте, даже по мнению обычных потребителей. Вот место называется «На пицц». Тут готовят только одну пиццу. И самое что ужасное, что ребята не контактны со всеми. Потому что вышел хозяин, сказал, снимать нельзя. Покажите удостоверение журналистов. И начал очень много чесать. Вы только что сами видели, как выглядит этот маленький ресторанчик. Это обычная такая пиццерия, троттория на отшибе. Итак, мы провернули ход. Другим образом, мы взяли пиццу с собой и решили просто взять ее на лавочке сейчас попробовать и рассказать вам свои ощущения. Попросили пакет, пакета нет. Отошли на пару шагов, посмотрели коробку, пиццу не порезали. Вернули, собрали, порезали. Попросили салфеток дополнительно. То есть, сервиса, в общем-то, нет. Персонал очень дружелюбный, в отличие от хозяина. И персонал идет всегда навстречу. Во-первых, посмотрите, насколько маленький круг. То есть, здесь должен быть соус, а потом сыр. Представляете, сколько не доложили. То есть, сделали... Может быть, они нам специально сделали? Они могли делать это специально. А могли делать просто так. Тесто резиновое. Мы ели пиццу, ну, на два порядка выше ведущей циркинии. Да. Так, в общем, неплохо, но просто беру. По TripAdvisor это топ-один сейчас, на данный момент. Среди ресторанов. От Милани. Да, и спрашивается, вот кто... Кто ставит такие оценки. Какие инструменты, включая это владельца, для того, чтобы добиваться... Вот таких вот, очень опрометчивых и очень странных результатов. Ну что, наверное, отнесем это заведение к самому плохому. То, что нам пока удалось посетить Милани. Это реально. Пусть еще отсутствие сервиса говорит о том, что это не другое. Ну ладно, хватит, уже все. Мы идем в хороший, сейчас нормальный ресторан. И я буду требовать хорошую гастрономию. А ты? Давай кого-нибудь покормим сейчас. Да, вот сидит, вот товарищ. Пойдем его покормим. Посмотрите, пожалуйста, вдаль. Какие же красивые. Да, да, посмотрите, все ровные. Какие красивые зеленые дома. Любой, что такое зелень, зелень. Блин, я бы с удовольствием в этом жил. Это наркотики, пора сказать, нет наркотиков. Там бы по-любому можно было что-то поворачивать. Да, Роджереев сделать. Очень красиво. Знаете, почему итальянцы по утрам пьют в основном только кофе? И едят маленький, просто. Потому что нам больше нужно денег. Я, как хороший бухгалтер, собираю чеки. Сейчас позавтракали в бестрот. И вот, собственно говоря, чек мы выпили по одному чашечке кофе. Выпили по апельсиновому соку. Съели по одному бутерброду, да? Да, у нас было два круассана с колбасой. Два обычных круассана, два кофе и два сока. Тридцать евро. Тридцать евро. Тридцать евро. На центральной улице, не самых дорогих марок. На улице Буэнос-Айрос. Здесь очень много маленьких магазинчиков. Скорее всего, здесь качество будет не очень высокое. Хорошее, но не очень высокое. Хороший среднячок. Преимущество цены будет заключаться на экономии качества материала. Вот это будет очень важно. Они могут быть сделаны достаточно хорошо, но сам материал это полусинтетические ткани, либо вообще синтетические ткани. Ну и здесь более-менее все нормально. Посмотри внутри. Да, все очень просто. Просто? Да. То есть на ручной труд здесь никто не претендует. Ну и ацетатная подхватка, да. Сергей, как один из главных экспертов по мужской моде Москвы, и Московской области, все остальные города я беру на себя, расскажут. Как хорошо сшит пиджак? Сам пиджак стоит очень достаточно хорошо. Плечи, я так понимаю, у него посадка неаполитанская. То есть мягкое плечо. Все, длина, рукава, все хорошо сделано. Единственное, качество материалов так себе. Ну, в общем, в целом все достаточно хорошо. Сколько стоит пиджак данный? Пиджак стоит стоил 199 евро, сейчас 169 евро. 160 евро. То есть практически там 1,5-12 тысяч рублей. Сейчас зайдем на нижний этаж. Вот такая здесь картина, небольшая галерея. в угоду мужского стиля. Ну вот костюм такой вот, допустим, стоит в полоску. Стоил 349 евро, сейчас 249 евро стоит. Чуть-чуть он маловат тебе. Чуть-чуть он маловат тебе. 52-й размер немного маловат. Я думаю, 54-й будет чуть большеват. У нас, в отличие от итальянцев, плечи чуть шире, а животы чуть меньше. 52-й размер, какие узкие брюки. Да, как ты не любишь. Ну да, многие должны быть тоненькие, стройные. У меня складывается ощущение, что даже несмотря на то, что этот магазин находится в Милане, и якобы, что здесь миланское производство, думаю, что шьют это все равно китайцы. Потому что за такие деньги ребята, коренные жители, не будут работать уж точно. У нас будет три направления. Это выборы ресторанов по методу TripAdvisor. Следующий способ, это по рекомендации уже проверенных людей. И третий способ, недалеко от отеля, соседняя дверь, так сказать. Но это все зависит, где ты останавливаешься. Если в центре, больше вероятность, чтобы тебе повезло. Еще наши знакомые рекомендуют способ. Ищите там, где много итальянцев, где они сами кушают. А теперь хочу вам рассказать о месте, которое не является рекомендацией ни TripAdvisor, ни справочника Michelin. А наша знакомая, с которой мы встретились, зовут ее Светлана. Вот заехали на обед, порекомендовал нам вот такую вот остырию, которая называется Rosso Dessera. Давайте заглянем внутрь. Очень аутентичная. Кажется? Посмотрите. Вот у них несколько вот таких вот залов. Вот такой, знаете, попахивает, попахивает неким Мишленом. Связывает все с вином. Тут у них винотека, небольшие полочки. Светлана говорит, здесь очень вкусно. Сколоритный официант. 60-й годов прошлого столетия рождения. Прикольная такая особенность. Посмотрите, как ложка лежит. Вот хотим показать, какая винная карта в этой Астерии. Цена, как правило, в среднем 30 от 20 до 40 евро. Но также попадаются вариации, допустим, не по 150 евро вина. Вот вы видите, за 50 мы видим, что мы Амарона от Feragao. 150 евро. Это очень хороший производитель. Такие листы чистые, аккуратные. Такая презентабельная папочка. Такая в немножко состаренном виде. Мне очень нравится. Значит, сейчас открывают нам бутылочку Ancestralia. Которую мы выбрали на основе Trebbiano. Из Trebbiano dell'Emilia. Как известно, Ancestralia это такой дедовский метод. Первого брожения. Игристое вино с небольшой газацией. Видите, какой цвет. Игристое довольно-таки зрелое. Первое, я так понимаю, это рис вместе с сальмоном. Правильно? Да. Такая дегустационная порция. Я бы скорее сказал, что это обезбуш. Ну же хорошо, ярко. Я так понимаю, съемка была слабо соленого посолу. Такой маленький, вроде не бешеный. С налёком. То, что без кроя, это хорошая, это точно. Нам шеф объясняет, что входило в первое блюдо. Соус сделан на базе соевого соуса. Добавлено в это японская горчица. Японская горчица. Января. Юдзу. Японская горчица. Японская горчица. Крупный соль. Это маленький тунец, то есть не большой тунец, а маленький, с лаймом, заправкой из лайма и оливковое масло. И все. Это у нас батута. Батута. Батута, она классическая пиоманта батута. Тоже комфортно. Просто, но с таким гурме подходом. Это сагетти альоли. Это гребешок? Это красная креветка, сырая. Ризотто. Ризотто, приготовленное сыром тома. Это местный сыр. Рис здесь особенный, маленький рис, не такой, как карнауле, а чуть-чуть меньше. Спаржа и ростки свежезелени. Это поросенок и берега. Это раса свиньи, из которой делают комон в Испании. И шпинат. Это соус с шпинатами. Шпинат на сковородке. И меренга из горчицы. Как же мы можем десертами обойти? Вот, значит, это у нас получается. Экспозиция, похожая чем-то на банакро, только с более кофейным наполнительным. Вот такой, вместе с кремовым муссом. Это у нас значит мельфей. Мельфоли, самый вкусный. Трубочка и мельфей, достаточно похожие. Вот только что произошла подача глиссе по итальянски. Authentic from Lombardia. Да, вот так вот. То есть вы не пьете, вы емите. Все, я у тебя съем, вы себя съем. Почему вы не получили первые мишлены? Я не знаю, почему. Мы ждем. Если вы приехали, то мы счастливы. Сколько времени существует этот ресторан? 13 лет. 13 лет? Может быть, вы должны называть мишлен? Нет. Качество ресторана, гастрономии, прям очень отличное. Как минимум на одну звезду мишлена точно втянет. Серьезно. Поросенок, который мог быть хамоном, теперь стал жить. И лук был просто высветителем. У нас уже не хватает ни на что времени. И мы в заключении решили проверить самый дедовский метод. Это то есть, когда у тебя глаза открыты и ты чисто интуитивно пытаешься что-то интересное найти. Глаза открыты и горят. Поэтому сейчас ищем какое-то место, которое нам понравится чисто визуально. Чтобы хорошо поужинать или пообедать, нужно свернуть с центральной улицы в бачок. Свернуть. Вот сюда вот так. Интуиция может тебя подвести. Ты заметил, куда вы пошли? В последнее время я замечал, что интуиция тебя подводит. Ты заметил, куда мы пошли? Мы пошли налево. Каждый имеет право налево. Вот мы идем налево. А вот, вот эта знаменитая Кадельбоска. Это Кадельбоска от Кадельбоска. Это Кадельбоска от Мауриции Дзанелла. Это та икона, которая прославила Франчагорту на весь мир. Хотя первыми были, это все-таки семья Берлуки. Как принято, вот, слушай, я сюда хочу. Посмотри. Я сказал, пиццерия ты не хотел. Давай все сюда, смотри сюда. Вот все, мы заходим сюда. Я так понимаю, что здесь часто заходят русские люди. И вот здесь уже есть органика Лайф. Появился какая-то Инни, Русь, Мамон, Высота. Кто-то, наверное, привозит Первак. В общем, достаточно много всего есть. Очень много водки. Посмотрите, здесь достаточно большой выбор морепродуктов. Есть даже аквариум, выкладка. Пицца готовится, в общем-то, пять минут, кто не знал. Поэтому, когда вам пиццу готовят больше пяти минут, это какой-то фейк. Здесь дровяная печь. Оп, оп. Пока что? Одна. Три вида лопат. Лопаты, кстати, вообще не дешевые. Не стоит там евро поблизить. Вообще просто кусок палки и многое основание. Юанти Сайленте 2000 года Брунелл стоит 1100 евро. Карта такая. Нормальная цена, да? Здесь достаточно много всяких блюд. И здесь есть даже меню на русском. Отделка напоминает, значит, 70-е, 60-е годы, Советский Союз. Вот даже если посмотреть, вот на стене наверху, там копеечка, заряженная копеечка 60-х, 70-х годов. Мы начнем. С чего? Нас угостили фокаччи. Следующее блюдо мы возьмем, естественно, бризаолу. Это говядина, сделанная определенным способом. Сначала натирается солью специями, через несколько дней еще раз натирается, и потом вешается, сушится бризаолу. Это специалитет ламбардии. Правильно говорить? Ламбардия. Что еще? Естественно, особуко ало меланезе. Особуко по-милански. Здесь его подают еще и с ризотто по-милански. Ризотто ало меланезе. Приятного аппетита нам. Итак, значит, вот принесли нам бризаолу. Давайте посмотрим, что есть здесь. Вот такая нарубленная, значит, бризаола. Рваная. Она не нарубленная, а рваная. Ну ладно, нарезанная. Вместе, значит, с цукини, я так понимаю, или это огурцы. Слушай, ну цукини вообще круто. Если бы еще чуть-чуть их поджарили, то был вообще огонь. Ну так, знаете. Вкусно, легко, по-домашнему, непринужденно, без заморочек. Самое главное, пока вкусно. Правильно? В ресторан приходят даже такие пожилые господины. Этот ресторан работает очень давно. Надо будет даже узнать дату. Может ему даже больше 50 лет. Но по нашим ощущениям это, значит, итальянский бакинский бульвар. Это итальянский бульвар на итальянский манер. Мы подали блюдо через 10 минут. То есть, представляете, ризотто в среднем готовится 20 котенок. 10 минут. Поэтому у них примерно рассчитывается, сколько ризотто возьмут в день. В общем, либо что-то остаток есть на мою комнату. В общем, момента море, моментально море. То есть, качество быстроты сервисы идеальное. Вот все вот так работали. Ребята действительно молодцы. Но качество не то, чтобы оставлять желать лучшего. Но это прямо такое туристику, туристика, туристика. Но не самое худшее. Пора посчитаться, сколько это все будет нам стоить. Официант к нам подошел, говорит, Эдегри, трибэдж, организация, туда и сюда. В общем, на ход ноги, я так предполагаю, что Тимончало. Ну что, за вас, дорогие туристы. За нас и за деформируемые высоты. Трипадвайзер работает на 50%. То есть, у вас должна быть помимо того, что вы выбираете, еще внутренняя интуиция. И обязательно просматривайте на веб-сайте, что это за место. Иначе вероятность, что вы приедете в полное говно. У нас опыт достаточно большой. Поэтому мы на глаз сразу определяем, куда нужно идти, а куда нет. Вот для того, чтобы у вас этот опыт накопился. Была лучшая интуиция у вас. Интуиция. Смотрите наши ролики чаще, накапливайте опыт. Если вы будете в тех местах, в тех городах, смотря наши ролики, где мы посещаем, пишите нам в директ, мы обязательно подскажем. Даже если мы там не были, мы обязательно подскажем через свои каналы, куда лучше вам садить, чтобы не ошибиться. Подписывайтесь на наш инстаграм, потому что мы в инстаграме отмечаем, где мы останавливаемся, где мы едим. Даем рекомендации с описаниями, с рецензиями. Каждый раз мы мир открываем для себя заново. Хотя я в Милане не первый раз, но ты всегда находишь что-то интересное. Поэтому чаще путешествуйте. Все, ладно, пока. До встречи. Следите за нашими обзорами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok